Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Кач Антон, компания C-Soft, город Самара. Сегодня я бы хотел рассказать вам о программе Норма ЦС, то есть о программе базы нормативно-технических документов. Я хотел бы рассказать об основном функционале программы, может быть что-то кто-то слышал, может быть для кого-то что-то новое расскажу. Я начну по порядку, то есть по наполнению базы данных и параллельно буду рассказывать о том, как вы с этими документами в программе можете работать. Ну, для начала давайте расскажу про первую новость, которая буквально в октябре месяце произошла. Вы, наверное, если после 1 октября открывали программу, то, наверное, обратили внимание, что тут немножко поменялся интерфейс. Ну, скажем так, глобальных изменений он не претерпел, тут просто поменялась цветовая схема, некоторые панельки были оптимизированы, ну вот он стал вот таким. Ну, в основном это поменялась цветовая гамма. Вот. По основному функционалу я не скажу, что программа претерпела какие-то колоссальные грандиозные изменения, то есть в целом он остался такой же. Единственное, тут кое-что в него добавилось. Ну, если кто-то смотрел, то при первом же запуске после обновления у вас открылась вот такая вкладочка «История функциональных изменений в норму CS». То есть здесь представлены все изменения, которые претерпевает интерфейс с каждым обновлением. Ну и в данном случае что нового в интерфейсе 4.0. Ну, нового скажу, что здесь поменялся, можно настраивать стиль шрифтов, здесь вот расписано, как это делается. То есть раньше нельзя было поменять высоту и шрифт, сейчас это можно сделать. Вот. Ну, и перекрутированы панели инструментов и ряд других изменений. Но самое главное, что здесь поменялось ядром. Раньше ядро было завязано на интернет-эксплорер, сейчас мы и от него ушли. То есть, ну, наверное, все пользуются каким-то браузером, но я думаю, что минимальное количество людей пользуются интернет-эксплорером. Потому что не самый, скажем так, лучший браузер, но вот мы и от него ушли. Теперь гипертекст будет работать быстрее. Ну, что такое гипертекст, тоже покажу. Так, ну теперь давайте я сам расскажу об интерфейсе. То есть, что здесь было, есть и, наверное, будет. Значит, стартовая страница, она появляется у вас при старте, как можно судить из названия этой страницы. И здесь представлен следующий раздел. Ну, первый раздел – это ссылки на сайт normacess.info. Если кто-то получает от меня новостную рассылку, если кто-то нет, то вы можете обратиться в технический отдел, они оставите свою заявку, они вам будут пересылать мою ежедневную рассылку. И в этой рассылке фигурирует часто сайт normacess.info. То есть, вы можете зайти в него либо через саму программу, вот перейдя по этим кнопкам, либо просто в браузере вбить normacess.info. Соответственно, здесь в браузере вы можете для себя найти какую-то… На этом сайте нужна для вас информация, то есть здесь есть раздел обсуждений, есть раздел проектов, есть раздел, где идет публикация нормативных документов, то есть информация о публикации документов в программе, новостной раздел статьи, ответы экспертов, ну и здесь представлен список разработчиков еще. То есть, этот сайт посвящен, как я уже сказал, нормативно-технической документации, он будет интересен для всех пользователей, для всех людей, которые работают с нормативно-технической документацией. Вот. Ну вот все эти ссылки точно так же есть представлены на стартовой странице. Далее, что еще есть в программе. В программе имеют еще две дополнительных функции, либо можно назвать сервисы. Первый сервис – это запрос отсутствующего документа. Вот обратите внимание на правый верхний угол, здесь представлены две кнопочки. Левая из них – это запросить отсутствующий документ. То есть, если вдруг в системе вы не находите какой-то нужный вам документ, вы нажимаете на эту кнопку, заполняете вот эту форму, где вы обязательно указываете свои координаты, то есть организацию, адрес электронной почты и телефон. И далее идет информация об обозначении документа. То есть, вам нужно указать индекс и номер этого документа, либо наименование этого документа, если знаете, опять же таки. Ну, как минимум, какую-то информацию вы нам должны предоставить. И, соответственно, если мы можем найти и добавить этот документ в систему, то он попадет сюда абсолютно бесплатно для вас. Вот, то есть, такая штука у нас есть. Второй сервис, который мы предлагаем, и который, опять же таки, абсолютно бесплатный, это консультация эксперта. Это соседняя кнопочка, то есть правая кнопка от «Запросить отсутствующий документ», это «Запросить консультацию эксперта». Опять же таки, нажимаете на нее, появляется форма, вы ее заполняете, обязательно указываете тему вопроса и сам вопрос. Ну и, естественно, свои координаты, чтобы вам можно было переслать этот ответ. По поводу экспертов, то есть, многие задают вопрос, что за эксперты, кто они такие, кто выступает в качестве экспертов. Сразу скажу, что в Москве есть такая коммерческая организация, она называется «Главэксперт», у нас с ними заключен договор. По этому договору мы запрашиваем, соответственно, пересылаем ваши запросы им, а они распределяют между своими экспертами. Экспертами там выступают, они не люди, которые работают в этой организации, просто они точно так же заключают договора уже с отдельными физическими лицами, либо с юридическими, и, соответственно, они выступают в роли экспертов. Ну, то, что я знаю, то, что там эксперты выступают, профессуры Московского государственного строительного университета, по нефте, по институту ВНИИТ нефть и так далее, ну, из разных организаций. И вот все вопросы, которые поступают на этот сервис, они разбиваются на несколько категорий. Первая категория – это категория вопросов, на которые могут ответить эти эксперты. То есть, если они могут на них ответить, то в течение четырех рабочих дней вы получите ответ на свою электронную почту. Если же вопрос относится к категории, относящихся вопросов к органам исполнительной власти, то сами знаете, что по закону такие запросы обрабатываются в течение 30 дней. Соответственно, ваш запрос мы пересылаем уже в соответствующий орган федеральной исполнительной власти. Третья категория вопросов – это вопросы, на которые могут ответить только разработчики стандартов. Вот здесь, к сожалению, мы срок ответа регламентировать не можем. Это связано с тем, что могут ответить, могут не ответить. Бывают разные случаи. Поэтому в любом случае вас проинформируют о том, в какой категории ваш вопрос был отнесен, соответственно, кому этот вопрос был переслан. И вам на почту придет соответствующее уведомление. Ну, теперь все, наверное, на старте страницы закончили. Тут, думаю, основной все понятно. Теперь перейдем к навигатору. То есть, ну, раньше кнопочка была немножко, ну, иконка у него была другая, сейчас ее немножко изменили, но она осталась на том же самом месте. Вот она, кнопка навигатора. То есть здесь показаны все базы, которые у вас подключены на данный момент. То есть в этом выпадающем списке вы можете увидеть все подключенные к вам базы. Соответственно, здесь вы видите, что у каждой базы есть свой значок. Соответственно, этот значок показывает принадлежность этой базе, например, к коммерческим базам. То есть если видите логотип нормы ЦС, это значит, что эта база относится к коммерческим базам данных. Если видите какой-то другой значок, это значит, что это дополнительная база. Ну вот, какие базы мы дополнительно предлагаем? Вот первая база – это техническая библиотека. Это книги технической направленности. То есть здесь есть справочник инженера-строителя, справочник машиностроителя Ануриева, например, в двух томах. Ну и так далее, и так далее. Тут на данный момент свыше двух тысяч книг, по-моему, сейчас собран. То есть вот у нас наш библиотечный классификатор. Соответственно, если там любой раздел откроете, соответственно, здесь появится список книг, которые в этом разделе находятся. Ну и каждую книгу вы можете открыть. Книги все представлены в сканированном виде. По поводу работы со скан-версиями я вам чуть попозже расскажу. Так, какие еще дополнительные базы есть? И еще раз уточню, что эти базы точно так же ежемесячно обновляются. Это отраслевые стандарты энергетической отрасли. Это различные СТО от наших энергосбытовых и энергодобывающих компаний. Далее, это издания по нормированию и стандартизации. Это различные бюллетени. Например, это информационные указатели стандартов от стандарта информа. Бюллетени строительной техники БСТ. Для строителей, наверное, будут интересны строительные каталоги от ЦПП. То есть здесь мы точно так же их предоставляем в эту базу абсолютно бесплатно. Сейчас я их найду. Ну, сейчас что-то я потерял сходу. Но они здесь есть. Вот. Далее, что еще? Что-то потерял в строительной каталоге, куда они у меня делись. Вот они, перечни ЦПП. Бюллетени ЦППшные. Вот они, строительные каталоги ЦПП. Вот они. СК 0, 1, 2, 3, 4, 5, и 1, 2. Вот. Давайте открою коммерческий раздел. Теперь покажу по списку вот этих документов, что открывается справа, то есть что в нем есть, и как с этим списком можно работать. Ну, самое главное, наверное, здесь в этом списке, это второй столбец, который показывает статус документа. Вот на статусах документа я хотел бы остановиться поподробнее. Вообще в системе присутствует пять видов статусов. Ну, вы, наверное, уже с ними сталкиваетесь. Тут, в общем-то, интуитивно понятно, что зеленый действует, красный не действует. Но здесь нужно брать во внимание один нюанс. Что, вот, например, горит красный, не действующий. Это значит, что документ не действует на данный момент времени. То есть, если вдруг этот документ будет менять свой статус, предположим, с 1 января 2019 года, он будет вступать в силу, предположим, то он будет гореть в системе красным. Но при этом еще у него будет рядом со статусом гореть маленький логотипчик круглых часов. Это значит, что документ в ближайшие три месяца поменяет свой статус. Вот эту информацию вы можете, не открывая документ, либо его карточку, посмотреть в окне дополнительных сведений. Это окно дополнительных сведений открывается по маленькому треугольничку, то есть появляется дополнительное окошко, где представлена вся краткая информация об этом документе. То есть, по сути, карточка этого документа. Соответственно, я выбираю красный, не действующий документ, и я могу посмотреть, какого числа этот документ не действует. Либо же, например, действующий зеленый документ, я могу посмотреть, какого числа он действует. Третий вид статусов – это синенькие значки. Вот они здесь на панели также представлены, в разделе фильтров. Синенькие значки – это документы, которые были официально изданы, но не утверждены. Мы их называем проектами. Такие документы в системе присутствуют. Их немного, но они есть. Четвертый вид статусов – это частично действующие документы. То есть, этот документ может быть отменен, но какие-то пункты из него продолжают действовать. Либо же документ действует, но какие-то пункты из него отменены. Или еще бывает такая история, что документ, например, ГОСТ, он не действует на территории Российской Федерации, но он действует в случае его использования при выполнении гособоронзаказа. Такие случаи тоже были, и вот они в системе горят как частично действующие. Опять же, если вы хотите посмотреть подробную информацию об этом документе, открывайте окно дополнительных сведений, и там вам показано, в какой части этот документ действует. Либо же наоборот. И пятый вид статусов документов – это такой достаточно большой, обширный пласт документов. Это серенькие значки. Это документы, которые не актуализированы. То есть, например, в данном случае, видите, это тоже документ серый. Это справочный материал. Сами знаете, что справочный материал просто не имеет срока действия. Как и технологические карты, как и какие-то другие подобные документы. Но к этим документам мы еще относим документы, про которые нельзя однозначно утверждать, действует он или не действует. Например, какие-то различные старые осты 60-х, 70-х годов, которые просто морально устарели. Эти документы были разработаны с учетом тех реалий, с учетом тех нормативов, которые действовали на тот момент. Сейчас реалии другие, нормативы другие, соответственно, утверждать, что этот документ действует, мы не можем. Да и бывает так, что разработчик этого документа уже канул в лето, и, соответственно, никаких концов не найдешь. То есть, нет ни одного приказа об отмене этого документа, либо приказа, который говорил, что да, этот документ действует на тот момент. Поэтому мы, чтобы не заблуждать никого, ставим на такие документы серые значки. Но вот очень часто задают вопросы касаемо остов. Потому что у нас осты в большинстве своих случаев помещены как серые, неактуализированные. И многие спрашивают, а вот можно этим документом руководство действует, действует он, не действует. Задают часто вопросы. На это мы отвечаем. С 2003 года вступил новый закон о стандартизации, в котором такого понятия как осты в принципе нет. То есть, сейчас у нас, если говорить про осты, ну, можно говорить, что что это за документ. Ну, на самом деле, все прекрасно знают, что это за документ. И многие продолжают им пользоваться. И когда мы говорим, что да, вы можете пользоваться этим документом, но этот документ может противоречить каким-то другим обязательным документам к применению. Соответственно, вы должны смотреть, если этот остык никакому другому документу обязательному применению не противоречит, вы можете его использовать. Если противоречит, то вы его использовать не имеете права. То есть, вот на такие документы прошу вас особенно обращать внимание. И еще добавлю, что современная система стандартизации жиждится на таком понятии, как входит, не входит перечень, любой перечень, там, обязательных к применению документов, добровольных к применению и так далее. Раньше-то как было, все. Там действует документ, все, им можно однозначно пользоваться. Документ не действует, все, им пользоваться нельзя. То есть, третьего было не дано. Да, нет, все. На основании этого руководства. Сейчас стало все сложнее и сложнее определить статус документа. И вот если возвращаться к программе и вернуться к окну дополнительных сведений, которые я вам показывал раньше, вот здесь вот есть дополнительные вкладки в этом окне. И третья вкладка – это ссылки. И вот здесь вот есть фильтр вхождения в перечни. Он вам покажет, в какой перечень входит этот документ. Ну, все знают, что есть у нас такой перечень, если говорить про строителей, то это перечень 1521 документов, обязательных к применению. Соответственно, если вы найдете какой-то СП, то вы увидите, что он будет входить в тот или иной перечень. То есть, эта штука позволит вам очень быстро для себя оценить, входит какой-то перечень или нет. Можно руководствоваться этим документом или нет. Ну, еще раз уже заговорили про это окно. Вот здесь есть дополнительная вкладка «Преемственность». То есть, здесь будет показано, что на что было заменено. Ну, вот, например, этот справочник базовых цен. Вот он жирным выделен, текущий выбранный. И вот показана его замена. Ну, и бывают более сложные структуры. Здесь еще, кстати, отображается не только официальная замена, но и рекомендованная. То есть, что такое рекомендованная замена? Ну, вот, например, ГОСТ не может быть заменен на ГОСТ-Р. То есть, это как бы разные документы. Один между государственным, другой стандарт Российской Федерации. Соответственно, друг на друга они меняться не могут. Но частенько в различных письмах проскакивает, что там рекомендуем обратиться к такому-то документу. Соответственно, вот здесь вот, в этом окне снизу, будет указана дополнительная информация, что там, например, к этому документу есть рекомендуемая замена. Смотрите, и будет представлена ссылка. Вот, далее что? Давайте теперь покажу. Ну, понятно, что этот список можно фильтровать, ой, сортировать. То есть, тут по возрастанию, по убыванию номеров, по датам, соответственно, можно. А вот многие спрашивают, что это за дата. Смотрите, на соседний столбец тут показан орган, который утвердил. Соответственно, это дата утверждения. Теперь давайте по тому, в каком виде хранятся документы. Наверное, многие обратили внимание, что документы по большей части хранятся в двух видах. Первый вид – это гипертекст. Второй – это сканкопия. Вот для того, чтобы понять, в каком виде хранится документ, вам достаточно приглядеться к значку статуса. Если есть две черточки, это значит, что документ хранится в виде гипертекста. То есть, эти две черточки вверху вот этого листочка, обозначающего статус. Если есть закрашенный прямоугольничек, это значит, что документ хранится в виде сканкопии. Переключение между видами осуществляется вот этими тремя кнопками на панели. То есть, первое – это гипертекст, то есть, это документ в виде доковского файлика. Вторая кнопочка – это показать документ в виде сканкопии. И третья – это карточка документа. Ну, вот карточка, как я уже говорил, она представлена в окне дополнительных сведений. Ну, давайте теперь по гипертексту. Что такое гипертекст? Это документ в формате Word либо HTML, где вы можете выделить нужный вам фрагмент. Стандартными средствами Windows копировать, то есть, например, выделил фрагмент. Нажимаю кнопку «Копировать», открою Word и перенесу. Стандартные средства – Ctrl-V. Вот, пожалуйста, скопировали все таблицы, формулы, то есть, все форматирование сохранено. Если были какие-то гиперссылки, они точно так же туда перенеслись. То есть, по тексту есть гиперссылки, как на другие нормативные документы, соответственно. Например, по этой гиперссылке перейду. Этот документ у меня откроется в параллельной вкладке. Либо же по содержанию документа. Ну, здесь по содержанию, к сожалению, нет. Вот здесь оно есть на дополнительной панели слева. Вот кнопочку нажимаете, и, пожалуйста, вы можете ходить по содержанию. Вот, это то, что касаемо гипертексту. Ну, здесь точно так же есть поиск по тексту. Второй вид хранения документов – это скан-копия. То есть, вот этот документ, который я вам показывал в гипертексте, мы еще дополнительно храним скан-копии этих документов. Для чего это было сделано? Вообще, изначально, когда система создавалась в 2003 году, был упор именно на скан-копии. Потому что, как бы мы ни говорили про электронные документы, оборот, про электронные документы, все равно все привыкли работать с бумагой. И у многих, ну, в принципе, и у меня тоже осталось такое, что то, что издала типография, этому можно верить. Потому что у каждого, у каждой типографии есть редакторы, корректоры. Они проверяют этот документ. Это люди, скажем так, более-менее компетентные. Соответственно, вот этому документу можно верить, ему можно доверять. И вот для того, чтобы у вас тоже не возникало никаких сомнений, мы в систему добавили именно скан-копии. То есть это, можно сказать, аутентичный документ. И вы можете быть уверены, что в тексте изменений никто, кроме как официальные органы, изменений не вносил. То есть если здесь допущена какая-то ошибка, увы, это ошибка по всей стране. Потому что, не скрою, в скан-копию, в гипертекст, который вот этот, вот этот вид, мы его создали сами. Мы взяли ту же скан-копию, взяли программу FineReader. Все вы, наверное, хорошо знакомы с такой программой, хоть раз пользовались FineReader. И узнаете, что если, после того, как поработала программа, нужно сидеть проверять. Потому что все зависит от качества исходного материала. И за место буквы О программа могла поставить ноль, за место точки запятую и так далее. Вот мы используем тот же FineReader. И хоть трижды, хоть десять раз, хоть сто раз проверять один и тот же документ. Мы не роботы. Мы всегда можем допускать ошибки. Поэтому я не скрою, что и в гипертексте у нас тоже встречаются ошибки. Конечно, мы стараемся свести их к минимуму. Но, сами понимаете, полностью от ошибок уйти нельзя. Там где-то за место миллиметров метры стоят. Ну, бывает, сталкиваемся с таким. Вот, если вы нам о таких ошибках укажете, мы вам будем очень благодарны, что вы делаете нас лучше. Но, вернемся опять же к скан-копиям. И вот для того, чтобы вам было удобно работать со скан-копией точно так же, как и с гипертекста. Ну, как я показывал, в гипертексте выделили фрагмент, там гиперссылки есть. Вот в скан-копии все то же самое есть. Ну, во-первых, содержание. То есть, здесь есть содержание, оно состоит из гиперссылок. Вы к любому разделу можете легко и быстро обратиться. Экскизы страниц. Вы можете выбрать нужную вам страницу по ее внешнему виду. Но это по аналогии как с Adobe Reader. Вот. Что еще здесь есть? Несмотря на то, что это картинка, вы здесь можете искать текст. То есть, как это работает? Например, вы хотите найти какое-то словосочетание. Забиваете его в кавычки. В данном случае я хочу найти словосочетание «Основные решения». Нажимаю Enter. И программа по всему тексту находит данные фрагменты. Ну, единственный момент, не очень удачно. Тут всего два фрагмента. Ну, давайте вот слово «Объект». Объекта. Вот. Обратите внимание, я ввел объекта. Он мне нашел объектов. И обратите внимание, то есть, в объектах, объектов и так далее. Здесь при поиске неважно ни число, ни падеж. То есть, этих фрагментов может быть сколько угодно, он их найдет. Далее, если вам нужно скопировать какой-то фрагмент текста, чтобы его не перепечатать из скан-копии, вот здесь вот на панели инструментов, рядом с окном для поиска, есть кнопка «Режим выделения». Нажимаете на нее, у вас курсор меняется на крестик, выделяете нужный вам фрагмент текста, который вы хотите скопировать. Правой клавишей мышки вызывайте контекстное меню. Если хотите скопировать как текст, выбирайте первый пункт «Скопировать». Ну, предположим, я перенесу эту фрагмент в Word. Вот, пожалуйста. Ну, вот здесь единственное, о чем я говорил, что вам нужно проверять то, что программа распознала. Потому что здесь стоит точно такой же модуль от FineReader. Туни, вернее, не стоит. Он точно так же здесь был использован для создания текстовой подосновы. И, соответственно, вам нужно проверять. Все зависит от качества исходного материала. Вот, если вы хотите скопировать данный фрагмент как картинку, опять же, той же рамкой выделяете, тоже контекстное меню, но второй пункт «Копировать изображение». Соответственно, это обычный растровый рисунок в буфере обмена. Соответственно, вы можете его вставить в любое приложение, которое поддерживает растровый рисунок. Далее, если вы хотите скопировать ссылку на данный фрагмент и отправить своему коллеге, чтобы не описывать, что открывает норму, открывает какой-то документ, открывает такую-то страницу, смотри, какой-то абзац, там, такое-то слово из такой-то строки, вам достаточно выделить это слово, опять же, той же рамкой, контекстное меню, копировать ссылку на фрагмент, то бишь четвертый пункт. И, соответственно, эту гиперссылку вы можете переправить своему коллеге. Ну, главное, чтобы у вашего коллеги была норма CS. И, соответственно, когда он по этой гиперссылке перейдет, давайте сейчас я для чистоты эксперимента закрою этот документ, и перейду по этой гиперссылке, то вы увидите, что у меня сейчас откроется норма CS. Вуаля! И данный фрагмент будет выделен. Достаточно легко, быстро вы эту гиперссылку можете передать, и ваш коллега очень быстро найдет нужную ему информацию. Эта гиперссылка работает в любом приложении, которое, опять же-таки, поддерживает гиперссылки. То есть, ICQ, Skype, электронные почты, Word, Excel, я про них не говорю. Соответственно, все это поддерживается. Здесь, в общем-то, про основные моменты все. Также могу сказать, что документ можно напечатать либо на бумагу, либо через виртуальный принтер формат PDF. Что касаемо поиска по тексту, во всех базах, которые мы вам предоставляем, то есть, которые исходят от нас, это как коммерческие, так и базы по технической периодике, по технической библиотеке, у них во всех текст проиндексирован. То есть, у них всех вы можете искать текст. Ну, вот, например, я ранее открывал книжку какую-то. Соответственно, если я здесь начну какой-то текст искать, то он точно так же будет найден. Так, ну, поехали дальше. Давайте теперь расскажу про поиск тоже. Поиск есть однострочный. Вы здесь можете вбить точное там обозначение, наименование документа, либо же, если вы точное обозначение не знаете, вы можете перейти вот по этой кнопочке «Расширенный поиск», и у вас откроется вот такое окошко. Здесь есть галочка «Показать все поля», и вы можете ввести поиск по любому из представленных здесь параметров. Ну, здесь, думаю, все понятно. Как бы вот самое интересное – это поиск по номинованию и поиск по тексту. Здесь вы можете задавать точность, которую вы хотите искать. Ну, вот, например, меня интересуют документы, в текстах которых есть прогрессирующее разрушение. Я указываю все слова подряд и нажимаю «Искать». То есть, он мне сейчас должен найти документы, в текстах которых есть словосочетание «Прогрессирующее разрушение». Ну, вот он мне нашел кучу разной литературы. Ну, давайте я вот по первой же ссылке перейду. Это у меня книга как раз. Вот. Сейчас увеличу фрагмент. И вот, пожалуйста, он мне этот фрагмент выделил, естественно, и он мне его нашел. Ну, тут несколько раз по тексту он встречается. Далее. Ну, здесь есть такая же возможность искать, сужать область поиска. То есть, если вы хотите искать, например, чисто в базе техническая библиотека, нажимаете вот на кнопочку «Установить». Сейчас появится окошко. Выбираете галочкой эту техническую библиотеку и нажимаете «Искать». И будет поиск выполнен только по этому выбранному разделу. Ну, раз уж тоже про техническую библиотеку, еще поясню, что если вы хотите найти какую-то книжку, ищите ее по автору. Потому что автор книги будет указан на именование. На именование в документ. Ну, спросите, сапожки спрячу. И здесь есть такая же… Ну, да. Многострочный выбор. Вот. Так. Вот он автор книги. Так, отвлекся немножко. Сейчас давайте дальше расскажу про поиск. Здесь есть еще возможность искать по организациям, которые утвердили, по разработчикам. И, соответственно, искать по ним. Вот. Что еще здесь есть в поиске? Ну, вроде все, про основные моменты все рассказал. А теперь… А, вот еще про разработчиков что могу рассказать. Например, вы хотите найти разработчиков… Документов, разработчиком которых является МЧС. Соответственно, если вы в этом выпадающем списке выберете аббревиатуру МЧС, то увидите, что достаточно много организаций с данным обозначением. Да бог ее знает, кто разработал конкретно нужный вам документ. Здесь есть такая штука, как «Добавить и изменить группу». То есть в этом же выпадающем списке второй пункт «Добавить и изменить группу». Соответственно, вы можете создать у себя группу, по которой вы хотите искать. Например, группа МЧС. Вот он мне выдал список каких-то организаций. Я выделяю всех с шифтом. Переношу вправо. Присваиваю этой группе имя. Галочку «Сохранить» и «Окей». И вот если вы меня увидите, в этом списке у меня появилась такая аббревиатура МЧС. Соответственно, если я по ней буду искать, то он мне выдаст все документы, разработчиком которых является хотя бы одна организация из того списка. Вот тут выдастся мне какой-то список. Призадумался. Вот, 336 документов он мне нашел. Вот. Ну, такая же штука есть с поиском по индексу. То есть вы тоже можете различные документы индексов объединять в группу и, соответственно, искать по ним. Далее, что здесь есть. В программе есть еще панель терминов. Ну, или другими словами, словарь терминов. Если вам нужно узнать определение того или иного слова, вбиваете его сюда. Программа выполняет поиск по всему словарю, и вы можете выбрать нужный вам термин, то есть, например, проект документа. Выбираете термин, справа появляется его определение. Если у термина «несколько определений», ну, само слово «проект», например, будет представлено их несколько, обязательно у каждого определения есть свой источник, откуда был взят данный определение. То есть мы здесь авторством сочинительством не занимаемся, то есть используем конкретную литературу. Соответственно, если источник есть батя, видите, он подсвечен как гиперусыг, и, соответственно, я могу его открыть, и он откроется у меня в параллельной вкладке. Вот. Словарь терминов, скажу, что точно так же пополняется, обновляется, и, скажем так, живет, конечно, немножко параллельной жизнью от нормативной базы, но, видите, по ссылкам он пересекается. Избранный. Часто пользуясь каким-то документом, вы можете его добавить в избранное. Как это делается? Либо через вот этот список. Вот, кстати, вот видите, здесь у меня дополнительное поле с пустым квадратиком, которое позволяет делать множественную выборку. Чтобы включить это дополнительное поле, вам нужно на панели инструментов щелкнуть вот на эту кнопочку, которая так и называется «Множественный выбор». И появится у вас это поле. Выбрали несколько документов, и вы их разом можете добавить в избранное. То есть выбираете любой документ, контекстное меню правой клавиши мышки, добавить в избранное. И, соответственно, все эти документы появятся либо простым вот таким вот перетягиванием. Он тут еще предлагает параллельно поставить на контроль. Что такое на контроль, тоже сейчас расскажу. На этой вкладке избранного вы можете создавать собственную структуру хранения ваших документов. То есть вот добавили какие-то документы в избранное, можете их тут простым перетягиванием переложить в нужную вам папку. Этим избранным вы можете обмениваться между своими коллегами. То есть если вдруг, ну не вдруг, а кто-то у вас создал подборку документов, часто используемых, он может сделать на своем компьютере экспорт, сгенерировать HTML-файлик, а все остальные просто через импорт этот файлик подцепляют. У всех избранное будет одно и то же. Ну вот, как уже затронул, вкладку на контроль, то есть вот меня, если обратили внимание, что когда я ставлю на контроль, добавляю в избранное, он мне еще предлагает параллельно поставить на контроль. То есть вот я делаю добавить в избранное, вот он мне предлагает в какую папку положить этот документ. И еще вылетает следующее окошко, поставить на контроль. Соответственно, он мне предлагает поставить на контроль этот документ. Что это значит? Это значит, что если у этого документа произойдут какие-то изменения, программа меня об этом оповестит. Есть еще панель История открытия документов То есть показывая, какие документы вы недавно Открывали, и соответственно, если какой-то документ Вы забыли сохранить, вы всегда можете к нему вернуться Через вот эту историю Так, здесь у меня по основному интерфейсу Все, то есть все, что я хотел рассказать Сейчас я вам расскажу про дополнительные Вспомогательные функции Про которые не все знают Но, как мне кажется, они Являются очень полезными Вот одна из этих функций, это норма-контроль Мы ее называем норма-контроль Конечно, это не норма-контроль в чистом виде Но, скажем так, существенно может облегчить жизнь Как норма-контролеру, так и рядовым проектировщикам Как эта штука работает То есть она интегрирует То есть программа норма-цес интегрируется в Word и в Excel И вот появляется дополнительная панель Инструментов от нашей программы То есть я сейчас открыл обычный Word То есть это обычный Word Которому мы все так привыкли Просто у нее на панели вкладок Появляется дополнительная вкладка от нормы CS Что эта штука позволяет делать? Во-первых, вот здесь вот на панели инструментов Есть кнопка расставить ссылки на обозначение документов в тексте Она запускает сканирование документа И находит места по тексту Где есть какое-то обозначение документов Если она точно сопоставляет это обозначение С каким-то нормативным документом из базы Она ставит на это месте гиперссылку Вот видите здесь вот на SP Без вопросов она поставилась Если у программы возникает какой-то вопрос Например, у меня указан VSN 77 Если в базе есть несколько документов в данном обозначении Как в данном случае То она предлагает мне выбрать нужный мне вариант Либо же здесь что-то могу подправить И выбрать нужный документ Бывает так, что она указывает на какие-то небольшие неточности Ну, например, там за место точки стоит запятая Либо стоит лишний пробел Либо в обозначении снип буква И большая Что тоже является ошибкой Она на этих местах останавливается Говорит, что здесь что-то не так И, соответственно, вы в этом окошке точно так же можете подправить Ну, вот сейчас давайте завершим сканирование Все, вот он расставил гиперссылки Соответственно, по каждой из этих ссылок я могу перейти И, в принципе, посмотреть, действует документ или не действует Но здесь больше 20 ссылок Это займет какое-то время Минут 5-то точно займет у меня перещелкивание по каждой ссылке Для того, чтобы этими заниматься Вы ставите кусок, опять же-таки, на самое начало И нажимаете на соседнюю кнопочку с галочкой Проверить И, соответственно, программа сейчас сопоставит статус всех этих документов И вот выдаст такое сообщение о том, что По тексту есть ссылки на недействующие документы Вы можете выделить их цветом И, соответственно, вуаля, на общем фоне вы их видите Какие документы действуют, какие нет И, соответственно, если я попытаюсь перейти по выделенной ссылке Откроется норма CS Выпадет такое вот окошечко о том, что Я открываю отмененный документ Если есть замена, он мне ее предложит Вот, соответственно, я открыл недействующий документ В окне дополнительных сведений Я могу посмотреть в разделе преемственность На что этот документ был заменен Посмотреть действующий документ на данный момент Ну и так далее Такая же штука есть еще в данной CAD То есть там тоже самое паналологично работает В AutoCAD там интеграция попроще То есть там просто можно расставлять гиперссылки Но проверка там не делается Чтобы включить эту интеграцию Вообще она по умолчанию включается при установке программы Но если вдруг по каким-то причинам она у вас не подключилась То вот здесь в правом верхнем углу Есть такая кнопочка с изображением шестеренки Нажимаете на нее Первый пункт настройки То есть здесь вы можете настроить всю работу программы То есть как интерфейс, то что я говорил в начале Внешний вид, то есть шрифт Так и настроить интеграцию Для интеграции вам просто нужно поставить напротив Вот в разделе Microsoft Office Напротив Word и Excel вот эти две галочки И эта интеграция появится Вот собственно и все, все, что хотел показать, рассказать Если будут вопросы, обращайтесь, звоните, пишите Я всегда доступен на связи Не стесняйтесь Всего доброго